МАКСИМ СУРАЖСКИЙ ДОБРЫЙ ВЕЧЕР Многострадальный закон, который призван был усилить гарантии соблюдения прав и свобод переселенцев, разрабатывался год и вступил в силу лишь в прошлом месяце. Однако Министерству социальной политики закон не писан, они призывают его игнорировать. Но об этом чуть позже. Сначала давайте ознакомимся с основными пунктами нового документа. Прежде переселенцами могли стать исключительно граждане Украины. По новому закону внутренне перемещенными лицами могут быть и иностранцы, а также лица без гражданства. Ранее основанием для выдачи справки внутренне перемещенного лица была отметка регистрации места жительства в паспорте заявителя. В случае, если человек был зарегистрирован в зоне конфликта, это было достаточным основанием для выдачи справки переселенца. В новом законе постановка на учет ВПЛ не зависит от отметки в паспорте. Раньше в выдаче справки о статусе переселенца отказывали, если отсутствовали обстоятельства для перемещения, либо был утерян документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины до момента восстановления такого документа. Теперь к этим двум пунктам добавились такие. Отказ в случае предоставления заведомо ложной информации для получения справки. У заявителя отсутствует отметка о регистрации места жительства, с которого осуществляется внутреннее перемещение и нет доказательств, подтверждающий факт проживания на той территории. Справка переселенца отныне становится бессрочной. Прежде ее необходимо было обновлять каждые полгода. Механизм аннулирования справки переселенца ранее отсутствовал. Во вступившем в силу законе прописан порядок отмены статуса внутренне перемещенного лица. Статус может быть упразднен в случае, если переселенец подал заявление об отказе от справки, если внутренне перемещенным лицом совершено преступление, если обладатель справки возвратился к покинутому месту жительства или выехал на постоянное место жительства за границу, а также в случае, когда заявитель подал заведомо недостоверные сведения. Решения об отмене действия справки принимаются руководителем управления труда и соцзащиты населения по месту жительства и направляется внутренне перемещенному лицу в течение трех дней со дня принятия такого решения. Переселенцы обязаны проинформировать о возврате к покинутому месту жительства за три дня до своего возвращения. В противном случае решение об отмене действия справки принимается на основании данных о длительном отсутствии вынужденного мигранта более 60 дней. Согласно принятому закону, отметка территориального подразделения миграционной службы не нужна. Какие из озвученных пунктов закона выполняются и как общественники реагируют на действия Минсоцполитики, узнаем у юриста гражданской инициативы Востоксос Ольги Яношкиной. Ольга, добрый вечер. Здравствуйте. Вот закон принят, долгожданный. Скажите, все ли пункты его исполняются добропорядочно и добросовестно? И мы знаем, что уже есть некий скандал. Могли бы рассказать подробнее, что случилось? Ну, смотрите, мы можем узнавать о том, каким образом исполняется или не исполняется закон из обращений на наши горячие линии. Они у нас анонсированы публично и огромное количество переселенцев нам на них звонят. На данный момент у нас есть сведения о том, что норма закона о том, что справка действует бессрочно, то есть ее не нужно каждые полгода идти в ТССН переселенцам и продлевать, безусловно, не действует. ТССН и требует, чтобы эта справка была продлена. Норма закона о том, что на справки не нужно больше ставить штамп о государственной миграционной службе, в общем-то, тоже не соблюдается. Миграционная служба на данный момент уже официально заявила о том, что они штампы такого рода не ставят, и это абсолютно законно с их стороны, но при этом у нас есть сведения о том, что Управление труда и соцзащиты населения и Ощадбанки не принимают документы на продление адресной помощи без проставления такого штампа. То есть складывается довольно абсурдная ситуация. И то, что у нас складывается таким образом, собственно, и связано с тем вопросом, который вы задаете, о скандале, который произошел. Извините, я вас перебью. У нас есть это письмо. Собственно, мы можем показать его зрителям. Это письмо от замминистра Минсусполитики Мущинина. Кому оно было адресовано? Оно было адресовано всем структурным подразделениям Управления труда и соцзащиты населения. По сути, этим письмом замминистра Мущинин говорит своим подчиненным всем о том, что не нужно соблюдать нормы закона об обеспечении прав и свобод внутренних перемещенных лиц, которые я вам, собственно, и перечислила. И, судя по статистике обращений на наши горячие линии, мы понимаем, что такие структурные подразделения труда и соцзащиты населения соблюдают не закон, а незаконное распоряжение Мущинина. И действительно не принимают документы на продление адресной помощи без штампа ДМС. Как я уже и говорила, ситуация абсурдная. Миграционная служба больше такие штампы не ставит. Затем переселенцы... Получается правовая коллизия. Правильно я понимаю, я согласен? Получается правовая коллизия, конечно, потому что нормы постановления 509 и 505 не приведены в соответствие законам об обеспечении прав и свобод внутренних перемещенных лиц. В общем-то, Кабинета Министров на эту разработку этих норм, на приведение их в соответствие, есть по закону 3 месяца. Но, однако, это абсолютно не означает то, что на данный момент нормы закона об обеспечении прав и свобод внутренних перемещенных лиц не должны действовать. По сути, такое распоряжение мужчин, оно абсолютно незаконное. Что делать переселенцам, если им в САБЕСах отказывают продлевать справку без печати миграционки? Ситуация немножко другая. САБЕСы не отказываются продлевать справки. Они продлевают справку о постановке на учет. Но после этого переселенец идет в Ощадбанк, потому что только Ощадбанк сейчас уполномочен принимать документы на продление адресной помощи. А в Ощадбанках им говорят, что без печати государственной миграционной службы мы у вас документы просто не примем. Миграционная служба, в свою очередь, законно печати такие уже не ставит. Мы обращаемся в Ощадбанк и говорим, почему вы не принимаете документы. Начальники дали нам разъяснение. Они сказали, что мы бы документы принимали, но когда мы их передаем в Министерство социальной политики, они отказываются принимать такие документы без штампа на справке. И Ощадбанки, в свою очередь, считают, что они не должны у переселенцев тоже принимать эти документы, потому что все равно потом они их не могут передать в Министерство социальной политики. Собственно, загвоздка как раз-таки в этом письме господина Мущинина, который сказал этим письмом, что не нужно соблюдать нормы закона об обеспечении прав и свобод внутренних перемещенных лиц. Знаете ли вы, сколько людей уже из-за этого письма потеряли соцпомощь? На время пускай, но тем не менее они... Ну, конечно же, у нас нет статистики, какое именно количество. Обращение возможно. Обращений к нам на горячие линии поступает очень много. В общем-то, это сейчас основной вопрос. Люди массово звонят и говорят, что нам делать. У нас просто не принимают документы. То есть на данном этапе речь даже не идет о том, что им, у ТЗСН, выдают письменные отказы в том, что мы им отказываемся продлевать адресную помощь. У них просто вообще от банки документы не принимают. Можно ли это дело выиграть через суд, например? То есть они имеют право на помощь, да? Закон должен работать, несмотря на то, что три месяца даны для того, чтобы привести в порядок документацию там. Может ли человек пополнить свой семейный бюджет посредством исков в суд и еще даже, возможно, отсудить какую-то часть морального ущерба? Ну, на данный момент мы предлагаем всем нашим клиентам, конечно же, получать уведомление об отказе, с тем, чтобы в дальнейшем, если придется, мы смогли бы помогать, массово помогать составлять исковые заявления. То есть механизм? Но человек получает уведомление об отказе в назначении адресной помощи. Если там написано, мы еще не знаем, что там будет написано, но по сути отказ в назначении адресной помощи в связи с отсутствием штампа ДМС, затем этот отказ можно обжаловать в суде. Но мы сейчас не считаем этот путь наиболее эффективным, потому что такое решение проблемы, по сути, индивидуальное, человек индивидуально подает исковые заявления, всегда исключает решение проблемы для большого количества людей, которые по тем или иным причинам не хотят обращаться в суд. Возможно, потому что у них нет на это времени просто, они не хотят на это тратить время. Мы считаем, что, конечно же, эта проблема должна быть решена не в судебном порядке, а она должна быть решена массово для всех переселенцев. В общем-то, решается эта проблема элементарно. И мы в своем обращении писали о том, что министр социальной политики Павел Розенко должен своим структурным подразделением направить письмо, в котором... Это было, извините, это было открытое письмо? Да, это было наше открытое обращение. И на министра социальной политики, и на главу Верховной Рады, правильно я понимаю? Результаты есть какие-то в вашем обращении? Результатов никаких нет. И в этом обращении мы просим, чтобы они дали разъяснение своим структурным подразделениям, в которых бы указали, что закон должен соблюдаться, и что постановления 505 и 509 должны соблюдаться лишь в той части, которая не противоречит законам. То есть, по сути, достаточно будет просто разъясняющего письма от Министерства соцполитики, которые бы сказали, что принимайте документы, назначайте адресную помощь и не требуйте штампа государственной миграционной службы, которую она уже законно не ставит. В общем-то, мы считаем, что таким образом эта проблема решится для всех переселенцев, а не только для тех, которые смогут найти в себе силы, ресурсы для того, чтобы обратиться в суд. Спасибо большое вам за советы. Мы будем следить за тем, как будет разворачиваться ситуация вокруг этой проблемы. Напомню о последствиях неправомерных действий Минсоцполитики. Мы говорили с юристом гражданской инициативы «Востоксос» Ольгой Аножкиной. И пока законы, которые хоть как-то могут помочь нашим землякам, частично игнорируются, переселенцы и жители за линией соприкосновения по-прежнему сталкиваются со множеством юридических проблем. Свидетельства о браке, разводе, договор купли-продажи недвижимости, оформленные в некоторых городах Донбасса, могут оказаться недействительными. Что делать в этом случае, узнаете далее в инфографике. Доступа к едиными государственным реестрам информационной системы Министерства юстиции Украины нет в таких городах Донецкой области – Борловка, Докучаевск, Донецк, Ждановка, Кировская, Макеевка, Енакиево, Снежное, Харциск, Ясиноватая, Торес, Шахтерск, Дебальцево, Светлодарск. В Луганской области в городах – Алчевск, Антрацит, Брянка, Кировск, Красный Луч, Краснодон, Луганск, Первомайск, Ровеньки, Свердловск, Стаханов. Любое действие с реестрами Минюста в этих населенных пунктах не имеет правовой силы в Украине до окончания АТО. Госорганы и органы местного самоуправления в этих городах и селах признаны незаконными. Для того, чтобы сделка купли-продажи недвижимости, регистрация брака или развода считались легитимными, необходимо проверить, внесены ли данные в соответствующие государственные реестры. В случае, если данных нет, следует переоформить внесение информации в реестр в легальном госоргане. Если у вас есть справка внутренне перемещенного лица, вы можете это сделать в любом подконтрольном Украине населенном пункте. Для тех, у кого такой справки нет, доступ к единым и государственным реестрам открыт в городе Курахово, Маринского района, Донецкой области. На сегодня в Украине зарегистрированы 1 миллион 726 тысяч внутренне перемещенных граждан. Это официально. По факту их намного больше. Какие двери закрыты без статуса переселенца для людей с пропиской из зоны АТО? Все за и против оформления справки перемещенного лица обсудим с адвокатом Евгением Кузьминым. Евгений, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, какие юридические действия жители неподконтрольной Украины могут сделать на большой земле? Ну, вы знаете, в принципе, список тех действий, которые они могут сделать, он довольно-таки большой. Самое главное, чтобы у человека был паспорт гражданина Украины. Все законодательство, вся, в принципе, система сейчас построена на то, чтобы поддерживать данных людей по возможности, чтобы они не так сильно ущемлялись в их правах, как, в принципе, жители, так сказать, большой земли, большой территории Украины. То есть, например, если они желают заключить брак, то есть это можно сделать, в принципе, в любом органе регистрации гражданского состояния. Достаточно только, чтобы муж и жена пришли и вместе с паспортом подали соответствующее заявление. Если кто-то из них, например, не может, то можно это сделать через представителя, но заявление обязательно должно быть нотариально заверено. Вот, скажите, без справки переселенцы любые юридические действия жители неподконтрольной территории Украины могут провести лишь в Курахово. У нас это было в материале, в нашей инфографике. Мы нашли эту информацию на довольно уважаемых сайтах волонтеров. Там говорится о том, что в Курахово только без справки ВПЛ. Если справки ВПЛ есть в любой ЗАГСе, в любой миграционке. Нет, смотрите, в любом случае гражданин, независимо от того, где он проживает, то есть зарегистрирован, то ли в Донецкой, то ли в Луганской области, то ли на территории всей остальной Украины, можно совершать все те действия, которые совершают, в принципе, обычные граждане Украины, которые проживают на неоккупированных территориях. Например, если человек хочет открыть бизнес, либо же ему нужно получить какое-то там извлечение из госреестра, либо же он хочет купить, продать какую-то недвижимость. Все это можно делать совершенно беспроблемно на всей территории Украины, независимо от того, где ты проживаешь. Что касается информации только по Курахово, я такой информации не слышал. Возможно, это какие-то определенные узкий круг действий, которые могут проводить только там. Но в общем порядке люди имеют полное право на всей территории Украины совершать все эти действия, которые им необходимы. Единственное, конечно, ограничение, когда, например, проводятся выборы депутатов местных советов. Тогда без справки внутренне перемещенных лиц проголосовать в данном случае не представится возможным. Все ли сделки, которые будут проводиться на неподконтрольной территории Украины, будут считаться незаконными? Или есть какие-то исключения, возможно? Да, действительно, все сделки, которые будут проведены на неподконтрольной Украине территории, будут автоматически признаваться незаконными. Потому как на сегодняшний день в официальном порядке доступ до реестров всем тем нотариусам, которые находятся на неподконтрольной территории Украины, он закрыт. А без внесения информации в единый реестр ни одна сделка, которая совершается нотариусом, не может быть считаться действительной. Вот недавно депутаты Верховной Рады приняли закон, который дает право гражданам Украины, временно проживающих так называемых ДНР и ЛНР, оперативно получает свидетельство о смерти или о рождении близких им людей. Работают ли сейчас вот эти нововведения? И каков механизм был раньше этого? Значит, смотрите, данный законопроект, он 5 февраля был направлен на подпись президенту Украины. То есть на сегодняшний день пока что рано говорить о том, что данные изменения вступили в силу. Но эти изменения, они являются очень позитивными. Если мы знакомимся с текстом данного законопроекта, то мы понимаем, что людям, которые действительно, им нужно получить либо свидетельство о рождении, ребенок родился на неподконтрольной территории Украины, свидетельство о смерти, если кто-то из родственников умер. Раньше это все было очень и очень сложно. Почему? Потому что механизм был такой, как и для всех остальных. То есть нужно было бы подавать заявление, к заявлению собирать очень-очень много доказательств. Это все долго и нудно рассматривалось судами и непонятно, какое решение бы вынесли. И там были бланки непонятного содержания. Да, непонятного содержания. На сегодняшний день внесены изменения в ГПК Украины и указано, что, во-первых, очень большой такой позитивный момент, что такие заявления должны быть рассмотрены немедленно. То есть, грубо говоря, в день поступления данного заявления в суд. Это первый положительный момент. Второе, то, что касается тех лиц, которые могут, в принципе, подавать такие заявления. Это могут быть близкие родственники тех людей, которых необходимо либо установить, что родился человек на неподконтрольной территории, либо умер. И, кроме этого, вот исходя из практики, я думаю, что она, в принципе, сохранится. В чем была сложность? Сложность была в собирании доказательств, что действительно человек либо родился там, либо умер. И вот, исходя из моей практики и статистики, которую я смотрел по судам, идут навстречу, в принципе, людям и принимают те справки, которые выдаются, не знаю даже, как их назвать, органами ДНР и ЛНР, с их печатями, да, местными органами, либо же они выдают, но с украинскими печатями. То есть, в принципе, суды все прекрасно понимают, и данные документы они могут принять во внимание. То есть, как одними из доказательств, которые свидетельствуют определенные, про наличие определенных фактов. Возможно ли взыскать алименты из зоны АТО? Что касается реального взыскания алиментов, к сожалению, пока что это невозможно. Почему? Потому что взысканием алиментов занимается государственная исполнительная служба. На сегодняшний день ни в Донецке, ни в Луганске на неподконтрольной территории их нет. Но, как и суды, в принципе, все эти органы, они были переведены на подконтрольную Украине территорию. И можно ознакомиться и на сайте судебной власти, и на сайте Министерства юстиции Украины о том, какие суды в какой район были переведены, и какие исполнительные службы тоже в какие города Украины были переведены. Поэтому, если необходимо взыскать алименты из человека, который зарегистрирован на временно неподконтрольной территории, необходимо посмотреть на сайте судебной власти о том, в какой суд нужно обращаться, согласно того разделения районов, которые были. Обратиться в данный суд, получить решение суда и отправить его в исполнительную службу. Исполнительная служба примет к рассмотрению, и если она установит, что должник проживает на временно оккупированной территории, то понятно, что реально исполняться такое решение суда не будет, и реально мы не сможем взыскать эти алименты. Но существует такой механизм, как временное так называемое пособие. Простите, я вас перебью. В целом, механизм прорабатывается, и работа над этим ведется. Рано или поздно, я полагаю, что случится. Вы наверняка хотели сказать о том, что можно получить помощь от государства, если алиментчик там. Пожалуйста, максимально. Да, смотрите, есть такое понятие, как помощь от государства. То есть, если в течение определенного времени человек не может получить алименты, то государство предоставляет помощь в размере 30% от прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста. И эта помощь, она предоставляется в течение полугода, то есть в течение 6 месяцев. Если за эти 6 месяцев снова не удалось получить алименты от должника, то необходимо заново собирать все документы и заново обращаться в соответствующие органы. Это 360 гривен, я так понимаю. Это зависит от возраста ребенка. В среднем 300, 350, 360. Действительно так и есть. Пожалуйста, очень коротко, если это возможно. Плюсы и минусы оформления справки переселенца для людей с пропиской Донецкой и Луганской? Одним из плюсов, я считаю, что практически все лица, которые переехали, у них материальное сложное положение мы понимаем. И благодаря данной справке возможно добиться от государства адресной материальной помощи. Возможно, вместе с этой справкой реализовать свои избирательные права и так далее. Кроме этого, если... Избираться разве что? Избираться и выбирать органы местного самоуправления. То есть, когда проводятся местные выборы... Как практика показала, никто или два только переселенца официально смогли... Здесь право такое есть. А воспользоваться им или нет, это уже дело каждого. Мы с вами прекрасно понимаем. Что касается минусов, ну здесь возможно говорить о том, что военно обязанным, тем, которые были внутренне проживали на территории неподконтрольной Украины... Их могут признать в армию. По фактическому месту регистрации на основании данной справки, конечно. Спасибо вам большое. Иван, спасибо. Напомню, актуальные юридические проблемы переселенцев мы обсуждали с адвокатом Евгением Кузьминым. Ждать пока новое жилье взамен утраченного свалится с неба, жители Донбасса не собираются. Уже тысячи исков в Европейский суд по правам человека подали вынужденные переселенцы. Требуют возместить стоимость потерянного имущества и моральные убытки. Судиться будут и с Россией, и с Украиной. Реально ли добиться компенсации, выясняли наши корреспонденты. Жанна, активистка крымского Евромайдана. В Киев бежала из Евпатории. Первое, что забрало с собой, книги и котов. Домашних питомцев в семье аж трое. Это вот Сонечка. Уже стала Софией Киевской. Выехать пришлось из-за угроз. Недоброжелатели пытались поджечь двери. Последние полтора года Жанна с мужем и детьми живет в санатории в Киеве. И судится с Россией в Европейском суде по правам человека. Мы есть пострадавшие от этой агрессии, потому что там у нас осталось жилье. Да что жилье? У нас там жизнь осталась. Алена и Александр выезжали из Донецка под обстрелами. Их дом находился недалеко от аэропорта. Из вещей забрали лишь то, что смогли унести в руках. Сейчас также планируют подавать иск в Европейский суд и на Россию, и на Украину. Поскольку не защитила их права. Там была трехкомнатная квартира. В принципе, уже полностью всем необходимым снабжена. Здесь, естественно, ютимся в однокомнатной. Может, что-то и будем делать. Надо же свои права защищать как-то. Правозащитники говорят, в Европейский суд по правам человека уже подано больше тысячи исков от переселенцев из Донбасса и Крыма. На сегодня в Украине зарегистрировано более 1 миллиона 700 тысяч переселенцев. Правозащитники утверждают, чем больше исков будет подано в Европейский суд по правам человека, тем скорее приступят к рассмотрению дела. И шансы его выиграть возрастут. Есть ли шанс у жителей Донбасса защитить свои права и добиться справедливости через суд? Об этом поговорим с правозащитником, председателем Международной лиги защиты прав граждан Украины Эдуардом Багировым. Эдуард, добрый вечер. Мы посмотрели с вами сюжет. Я надеюсь, что те желания и те надежды, которые питают переселенцы, могут состояться, однажды и свершиться. Реально ли получить какую-то компенсацию благодаря ЕСПЧ? Ну, безусловно. Для этого надо сначала нашим гражданам пройти все национальные суды, для того, чтобы можно было бы выполнить 25-ю статью Конвенции, чтобы наши граждане могли обращаться в Европейский суд в Страсбурге и отстоять свои права. В данном случае ответчикам должны указать или государство Украины, или государство России. Наши граждане Украины, которые хотят получить компенсацию за нанесенные материальные ущербы, наим жилья или иные затраты, то они должны подать конкретно против государства или Украины, или против государства России. В данном случае и государство Украина, и государство России в лице президента Путина и наших высокопоставленных чиновников виновны в том, что у граждан Украины, жителей Луганска, Донецкой области и автономной республики Крым сегодня есть проблемы. Правовые, материальные, имущественные проблемы. Все эти вопросы должны решаться через Министерство юстиции, как центральный орган власти, который может от имени государства обращаться и в международные судебные инстанции, чтобы отстоять интересы государства Украины и своих граждан. Это не делается. Я неоднократно обращал внимание и Кабинет министров, и Министерство юстиции, и выступал об этом неоднократно, что необходимо предпринять правовые механизмы, в том числе судебные, чтобы отстоять интересы государства, получить компенсацию, занесенные материальный ущерб в связи с войной, агрессией России против Украины, и в том числе наших граждан. Потому что наши граждане пострадали в первую очередь. Они вынуждены были оставить свои дома, привычный образ жизни, переехать в другую часть территории Украины. Да, это хорошо, это патриотично, это понятно, что это наши люди, это люди, которые признают украинские законы, украинскую конституцию, или украинскую власть. На самом деле власть наплевать на своих граждан, абсолютно наплевать, им все равно, как живут переселенцы. Да, в том-то и дело, что вот сегодняшняя власть должна думать о том, что будет завтра, когда не будет у власти. Ну, вчера удалось там господина Нейтеновика протащить еще на полгода. Ну, что будет через полгода? Рано или поздно он будет экс-премьер-министром, будет экс-министр юстиции, экс-президент, экс-спикер и депутаты, но, к сожалению, до недавнего времени, нарушая права граждан Украины, бывшая власть оставалась безнаказанна, то мы этого не позволим в будущем. Сегодняшние граждане, которые нуждаются в переселенце, в помощи государства, и государственные органы, лица чиновников, министров, не выполняют законы, они будут привлечены к головной ответственности в будущем. Пусть они сегодня знают. Они имеют власть, имеют реальные возможности. Принимайте законы, нормативные акты, любой другой документ, чтобы полностью восстановить права наших граждан. И более того, если бы государство в лице высокопоставленных чиновников, президентам, премьерам, министрам, депутаты, спикер парламента, то есть вся эта власть, которую мы привели, дали им рулить, если бы они создали максимально благоприятные условия для переселенцев, чтобы люди комфортно себя чувствовали здесь и понимали, что государство беспокоится, заботится о них, переживает и помогает, то я уверен, что в Донецкой и Луганской территориях оккупированных не осталось бы ни одного человека, максимум 3% или 5%. Все остальные переехали бы сюда, в другие области Украины. Этого не хотят делать, потому что по разным причинам это невыгодно власти, потому что те же самые финансы, которые выделяется в бюджет для переселенцев, под разными предлогами пытаются сделать так, чтобы это сделать недоступными. То есть люди, чтобы не получали деньги, сэкономить. Понимаете, сэкономить на горе и несчастье людей. Давайте представим, что все-таки деньги будут, и экономить желание пропадет. Да нет, они экономят не во благо того, чтобы сохранить, а чтобы украсть эти деньги. Вот, например, я пришел к вам и хочу компенсировать утраченное жилье. Алгоритм, пункт за пунктом. Расскажите мне, пожалуйста, как мы можем это сделать. В первую очередь необходимо, есть общие, допустим, в 2014 году в любом населенном пункте, в городах, в домах, квартирах проводили оценки. Есть оценки? То есть ориентировочно стоимость того или иного жилья, дом, квартира, 1-комнатный, 3-комнатный, или магазин, или бизнес. То есть есть какая-то оценка. Эта оценка является базовой для того, чтобы на основе этого оценки материально сделать исковое заявление и подать в суд украинские суды. Первая инстанция? Первая инстанция это украинские суды. Но суды украинские не будут принимать, потому что юрисдикция украинских судов не распространяется на территории Российской Федерации. Для этого нужно обращаться в международные суды, и в том числе Страсбург. Мы же считаем временно неподконтрольные территории Донецкой и Луганской украинской территории. Конечно, территория Украины. Полная юридическая ответственность несет гарант Конституции президент Украины, премьер-министр Украины. В таком случае должны суды принимать эти заявления? Безусловно, должны принимать. У нас много чего должно было делаться до этого времени, и законы принимать, и активно защищать права граждан. Но еще раз повторюсь, дело в том, что власть уже привыкла к тому, что не делает они ничего, нарушает права своих граждан, потом уже уходит с власти, и никто не привлекает их к ответственности. Поэтому мы сегодня поднимаем этот вопрос, вот сегодня, пока они имеют возможности, чтобы они переориентировали свои ценности во благо наших граждан, я имею в виду в первую очередь те люди, которые реально нуждаются в помощи государства. И, соответственно, те меры, которые будут приняты сегодня, они должны на практике уже завтра дать результат. Например, государство подавало суд, европейский суд, и люди ждут, пока государство не выиграет в их интересах. Далее, выиграл суд, подают другие международные инстанции для того, чтобы заблокировать движим-движимое имущество России за пределы, в странах Евросоюза, как это сделал Ходорковский, выиграв суд через европейский суд у России. Хотя, так что в России Путин провернул аферу, и Конституционный суд признал, что не будет признавать решение европейского суда, они еще больше усугубили свою ситуацию и изолировали себя от международного сообщества, европейского частности. Поэтому, какие бы ни были дальнейшие действия, в любом случае Российская Федерация будет выплачивать контрибуцию Украине, занесенную ущердом. Рано или поздно, когда все закончится. Это произойдет, да. Когда все закончится. Но сегодня уже, я вас прошу, поставим три точки сейчас и продолжим сразу после звонка. Поскольку сегодня в стенах Верховной Рады Украины проходят парламентские слушания, посвященные соблюдению прав переселенцев, а также граждан Украины, которые проживают на временно неконтролируемой территории. С нами на связи участник слушаний Ольга Гвоздева, координатор по развитию общественной организации Донбасс-СОС. Ольга, добрый вечер. Доброго дня. Тема вашего выступления на сегодняшних слушаниях «План действий к стратегии по правам человека». С какими меседжами, с какими тезисами вы сегодня пришли в парламент? Ну, насправді, тема моя будет звучать трошки иначе. Я буду говорить саме про проблемы перетонаниям громадянами лінії розмежування. Приеднуючись до того, что будут казать мои коллеги и от общественности, потому что мы ожидаем, что от общественности будет как минимум выступать 12 представителей. И вообще это парламентские слушания, которые, как нам сказал Комитет Верховной Ради, уповноваженный его, готовить их. Это, мабуть, наймасштабнейший зацікавленность громадской. Сюди зареєструвалося больше 500 участников. Я буду говорить саме про то, насколько система лінії розмежування, что установлена тем временем, не является эффективной в плане защиты наших громадян от террористов. Но есть такая система знущения над громадянами, когда, получив, например, паперовую перепустку, человек приезжает и понимает, что нет ее в базе и должна обратиться. Когда можно было просто проверять человека по паспорту безусловно и проверять, что она террористом, или она залучена в каких-то действиях, или нет. А на самом деле мы, так можно сказать, не защищаем наших громадян, а делаем все возможное, чтобы их отдалить от нас. Ольга, скажите, большие ли шансы защитить наши права с помощью сегодняшних слушаний? Ну, мы понимаем, я понимаю, что это лишь один из инструментов. Парламентские слушания добре тем, что мы поднимем на эту тему, поднимем на высокий уровень, и мы надеемся, что тут будут все-таки представители того же Кабинета Министров и многих представителей Верховной Ради. Сейчас я саме находлюсь в сессийной зале, но сейчас я еще не вижу, сколько людей собирается, я больше вижу представителей в громадской области. Станом на понеделок Кабинет Министров даже не подав свою кондитору выступающую. Это, на самом деле, мне кажется, уровень участия в этих парламентских слушаниях покаже нам уровень взагалі зацікавленности нашей страны в решении проблем внутрішньоперемещенных людей и громадян неподконтрольно-окупованої территории. Но в любом случае, громадянская работала свои предложения. За результатами слушаний, я надеюсь, эти предложения будут озвучены и сегодня, и будут рекомендации опубликованы, и мы в любом случае будем продолжать працювать над тем, чтобы права этих людей обеспечивались. Ольга, спасибо вам большое. Удачи вам. Держитесь там. Дякую. Дякую. До свидания. С нами была на связи Ольга Гвоздева, координатор по развитию общественной организации Донбасс-СОС. Эдуард, я прошу вас прокомментировать. Пользуюсь случаем хочу Ольге Гвоздева и всем моим коллегам выразить огромнейшую благодарность от всего сердца. Потому что если бы не они и волонтеры, и не гуманитарная помощь, и не поддержка простых людей, бизнесменов и так далее, то проблема была бы гораздо больше. Хочу сразу сказать Ольге, что не надо слушать и ждать окончания слушаний. К сожалению, это будет бесполезно. Все депутаты Верховной Рады знают о проблемах. Проблемах переселенцев. Так или иначе знают. Они знают, что им нуждаются помощи. И то, что Кабмин не выделяет своего представителя спехера, говорит о том, что лично господин Яценюку миллионная армия наших граждан, их права до этой синей лампочки. И на фоне еще витка политического кризиса, который сейчас происходит. Если они были услышаны, и власть сделала что-либо, необходимо вернуть им право голосования, чтобы наши переселенцы могли голосовать, вот тогда они будут интересны, как электора для Яценюка. Вот так это определенная масса людей, биомассы, которой им не надо. И ни его министр, ни он там, ни спикер парламента, ни депутаты, ни комитеты, им абсолютно все равно. Они живут комфортно. У них есть виллы, машины, и все необходимое. Давайте не будем о них говорить сейчас. Эдуард, у нас есть вопрос от нашего зрителя. Он живет на неподконтрольной части Украины, и я бы хотел вам его задать. У нас осталось буквально полторы минуты, поэтому сжато, возможно, ответим. Итак, я живу на неподконтрольной Украине территории Донбасса и не выплачиваю кредит. Банки сказали, что штрафных санкций не будет, и пеню на непогашенный кредит тоже не начислят. А что, если я выйду на подконтрольную Украине территорию и зарегистрируюсь как переселенец? Обязан ли он, интересуется, начать выплачивать кредит? Еще в прошлом году Национальный банк принял такое решение, и многие коммерческие банки согласились с тем, чтобы заморозить выплаты кредиты по процентам, и он может спокойно переехать на любую другую территорию Украины, и к нему претензий не будет. Пока идет АТО, так называемый, то претензий к нему как к заемщику не должно быть. Если есть, то он пишет жалобу, у нас банк, и конкретно указывает на какие-то нормативные документы, банка, где он брал кредиты, что они вымогают от него оплаты процента. Поскольку, если он переехит, это решение вообще не в том числе в Верховной Раде. Хорошо, спасибо вам большое. Я напомню о том, как бороться с нарушениями прав переселенцев, говорили с правозащитников, председателем Международной Лиги защиты прав граждан Украины Эдуардом Багировым. На этом все. Встретимся через неделю, 18.20. Судьей работал Максим Суражский. Берегите себя и близких. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!